16 человек, отобранные из 5000 добровольцев, борются за жизнь на необитаемых островах в Карибском море. Два племени, черепахи и ящерицы, строят свои маленькие цивилизации. На каждом из островов свои законы, свои вожди и свои изгой. Каждые три дня племя, не выдержавшее очередного испытания, теряет право на защитный тотем. Оно должно собраться на совет и решить, кто покинет остров. После того, как ящерицы отправили домой Лену, наиболее вероятная жертва – Саша из Киева. Очень хитрый человек. Короче, волк, выдающий себе заединён. Тем временем в племени черепах туча сгущается над Наташей. После того, как черепахи проиграли защитный тотем, почти не осталось сомнений, что уйти придётся ей. Всего, что случилось дальше, не мог предвидеть никто. Неожиданно голоса разделились между Наташей и Олей. Вмешалась судьба. Жребий пал на Олю. Это вы, Оля. Так решило племя и так распорядилась судьба Оля. Я думала, что, может быть, против меня будет два голоса. Но чтобы четыре – это как бы уже чересчур. Оля. КОНЕЦ 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 Блин, он, конечно, вообще не ждал, что кто-кто, но не Ольга. До Ольги я, правда, докапывался. Говорю, Оль, отдайся мне. Она говорит, я не отдамся. Я говорю, почему? Она говорит, мы же с тобой друзья. Все видели, все, большинство настроено против Натальи. Но Наталья контактирует хорошо с Борисом. С рыбалкой у черепах не заладилось, кокосы быстро надоели, голод усиливался. Самой серьезной добычей племени стала находка Бориса. Неожиданно решилась проблема завтра. Смотри, рыбу нашел. Да не, она свежая. Борис, Борис, он человек хитрый. Он не зря выбрал Наталью. Он видел, что против Натальи много настроено людей. Поэтому он в ней нашел союзника. По той простой причине, что Наталье тоже нужен был союзник. Так, и таких еще штук 10. Будем стараться. Не, ну с рыбой ты, Борь, я тебя буду любить. Да, с рыбой воду, без рыбы не любила. С рыбой воду. На вчерашний вечер Наталью хотели, некоторое достаточно весомое число голосов, хотело ее убрать. Она просто незакрытая. Это часто многим людям не нравится. Хотя, если ее исключат, жальче всех. Так быстро? Да, так быстро. Погалка, белое мясо. Ну, отламывай, и едим. Отламывай. Поборас. Лучше, чем дома. Дайте мне только рыбу. Я вам уже копчу ее. Во. Через сутки будет копченая рыбка. И соленая будет, и жареная. Они так радуются добыче, так тщательно ее делят. И даже не замечают, что кое-кого они просто забыли. Ты что, готова рыба уже? Это уже с ней. А, вот так вот. Ясно? Тебя даже не позвали, Макарова. Это неудивительно. Не ошибается тот, кто еще не сделал. Слушай, она была такая маленькая. Она тут лежала. Маленький, кусочек. Никто не вспомнил о девочке. Наташа. Да. Ну, сейчас мы тебе первые. Да не надо мне следующий раз. Ладно, ребята, ничего страшного. Я себя чувствую вне этого племени. Вне. Не внутри. Опа, быстрее, иголка. Где иголка? Держи так. Держи так. Ну, это за чего она? Блин. Блин. Тихо. Сегодня ящерица атакована скорпионами. Первого обнаружили прямо возле жилища, под листьями. Всем стало как-то не по себе. Срочно начали генеральную уборку. Когда ты идешь по листьям, у тебя постоянно ощущение, что тебя сейчас или укусит, или уколешься. А поскольку это точка, где мы проводим практически 24 часа в сутки, бегаем здесь постоянно. В общем, желательно, чтобы оно было более-менее так. И на глаз приятно, и по физическим всяким ощущениям. Поскольку мы нашли сегодня скорпиона, мне это желание просто вылезать все, отполировать до блеска, усилилось. Подожди, не убьем его. Это уже второй скорпион, даже покрупнее первого. Он вообще прятался в чьих-то вещах. a a a a a a зачем я хочу на на память Все по парам почему-то разбились. Но мы с Натальей в последнюю очередь. Слушай, иди сюда, смотри, что я нашла. Сейчас, один момент. Да иди сюда, вон здесь стою. Ну и... Гормально? Ну, сейчас посмотрим. Говорили мы на необитаемом острове. Это заброшенная хижина, которую индейцы, сборщики кокосов, когда-то использовали под склад. А людей-то не видят, что ли? Ну, нет, не видят. Слушай, вообще, какой дом классный. Ну, я думаю, это не жилой дом. Он не может быть жилым. Заброшенный? Ну, заброшенный. Не заброшенный, это временный. Вот смотри, как они потолок сделали. Вот видишь, у нас все время все течет. Вот надо вот так вот нам сделать, и у нас тогда течь не будет. Ну, мелочка моя, этот потолок наверняка делал человек 3-4, и наверняка месяц, а то и два. А на сколько, а нас 7 человек? Ну, месяц, а то и два. Все равно стропила штыши, у нас стропила нет. Я не знаю, что свело в этой заброшенной индейской хижине 63-летнего пансионера из Омска и восторженную девочку из Самары. Любопытство, одиночество или нежелание жить, как все. Но я знаю, что сюда по очереди уходили почти все, кто живет на острове. Одни, чтобы не забывать о тех, кто слишком далеко, другие, чтобы не вспоминать о тех, кто слишком близко. Но рано или поздно все возвращались в племя. А куда еще возвращаться на необитаемом острове? Слушай, смотри, смотри, это у них лестница такая. Обалденно. Слушай, я полезла. Ну как, берешься и лезешь. Обалденно. Смотри, как удобно-то. Черепахи пробовали здесь жить. Но оказалось, что это еще неприятнее, чем на берегу. Тучи маленьких злых мошек, обитающих около кокосов, ночью не дадут уснуть никому. От них особенно достается Наталья. Она уже вся искусственная. Комнаты, что ли, разные? Комнаты, наверное. Или в одной комнате, может быть, едят, в другой спят. Да ладно, что, они больные, что ли? Они же не то, что мы там, цивилизация отмороженная. Зачем вам в одной есть, в другой спать? Так, ну сама посуди. Избушка же для чего-то. Здесь же где-то кокосовые плантации есть. Может, они сюда. Я не знаю. Кокосы, думаешь, сюда складируют? Ты же склад какой-то думаешь? Не знаю. Мы же на весы-то бы собирались на берегу остров строить? Вот таким образом построим, да? Я не знаю, может, для всех ребят все-таки построить. А то скажут, типа, вот, индивидуалисты, там, обособились, а мы тут должны мокнуть. Ну, на, даже. Ну, на, даже. Он как коллективщица. Ну, я по мелочам давно за ним замечал. Мы живем в коллективе, но он держится в коллективе, обособленном. Ну, русские так не держатся. Мужики должны разобраться поначалу между собой. Мы тут, друг, я узнал, что собираются против Натальи. Ну, тогда, извините, я свои амбиции в стороны. Раз вы так играете, то я с вами тоже так играю. И поэтому мой голос спас Наталью. Потом повезло, не повезло, эта проблема не моя. Но он спас ее. Сегодня ящерицы ходили в джунгли на поиски еды. В отличие от черепах, они гораздо лучше организованы и меньше страдают от голода. Но признаются, что им тоже постоянно хочется есть. Чувство голода, чувство индиосинкразии или индиосинкразии, я не знаю, как правильно ударение ставить. Это окружает, это единообразие рожек окружающих. Все вот эти минусы, это просто детский лепет по сравнению с тем, что нет рядом любимого человека. Но я с ужасом чувствую, что все эти минусы мелкие могут перевести. Один большой плюс, именно хотя бы на секунду в душе, в сердце. Я этого боюсь очень. Вот, это уже вопрос личной силы. Я чувствую себя физически крайне вымотанным, при том, что, в принципе, что, полчаса прошелся полюс. Изредка там размахивает паром. Но чтобы быть достойным любви, нужно все это перебарывать, всю эту слабость, усталость, раздражение. И я не уверен, что во мне найдутся силы это делать, поэтому я злюсь на себя. Ребят, сегодня есть возможность написать письма родным и близким. Вот, вы пишите, я на себя беру обязательства доставить его адресата. В виде информации. Адресат любой может быть? Адресат любая. Любая точка шара? Ну, в общем, любая. Кариба, остров Сапатиота. На тот остров ходить с письмом? Хорошо. Ну, в общем, если можно, там, Киев, Казань и Куст, можно и Антартуга. Ладно, пишите. Счастливо. Спасибо за возможность. Дело в том, что на соседнем острове живет девушка, которую любит Сергей Сартер. Они познакомились в Москве и во время отбора, конечно, мечтали попасть сюда вместе. Но вот судьба так распорядила, что они в результате сюда попали, но на разные острова и в разные племена. Конечно, через какое-то время племена объединятся, но мы не знаем, доживут ли они до этого момента, никто этого не знает. Уже я-то знаю, что в нашем племени существует такая трагическая тайна. Это любовь Сережи Сакина с девочкой из того племени. Они бедняги, я так думаю, что-то они надеялись, что попадут в одно племя. Серега тот бедный мучается, мучается. Он уже всякие знаки ей посылает. Он стоит на берегу каждый вечер, кричит. Он машет руками. Мне кажется, он готов просто брать спас-жилет и уже плыть на тот берег. Не знаю, как там Аня чувствует это все, но что здесь происходит, целая трагедия у человека. Море вокруг вас гораздо богаче, чем кажется. Сокровища придется искать на дне. Сегодня будьте готовы бороться за них в воде и под водой. Ура! В сегодняшнем испытании борьба будет не за тотем, который решит чью-то судьбу, а за одну вещь, очень полезную на необитаемом острове. Поэтому и настроение у них такое, немного легкомысленное. Добрый день. Оба ваших племени уже собирались на совет. Вы потеряли по одному человеку. От вас вчера ушла воля. Честно говоря, если бы вас было восемь, наверное, вам было бы легче. Это трудное испытание. Там на дне лежат два сундука. У меня два ключа от них. Ключ я отдам тем, кто первый вытащит сундук на берег и поставит его сюда. Повернемся лицом к морю. Внимание! Пошли! Главная надежда черепах на Ваню. Пошли! Его главный конкурент у ящериц – Серега Одинцов, таможенник из Курска. Пошли! Пошли! А Саша привык руководить. Такая уж у него работа. У ящериц банданы синий, у черепах – оранжевый. Правда, некоторые их сразу же потеряли. Игорю, хоть он и подводник, пришлось нелегко. А про второго Серегу из Москвы и не скажешь, что он писатель. А Сережа из племени черепах все это время тщательно скрывал, что плохо плавает. Ну вот, пожалуйста, уже тонет. Ну ничего, вроде обошлось. Привет! Привет! Фаленька! Что ж? Фаленька! Сядь! 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 Фаленька! Можешь все примерить У каждого свой размерчик Завтра испытание И вы будете бороться За право на жизнь Может быть, это важнее Ну, забирайте все Удачи А дальше случилось то, что должно было случиться Я наблюдала за той командой Наблюдала, что там делает Мой избранник То есть, естественно, я там смотрю Чтобы он там был здоров Что у него там руки поранены Жуткий загар совершенно Который просто вреден По моему мнению До того, как каждое племя вернется на свой остров У них есть всего несколько минут Мы отбирали сюда людей Незнакомых между собой Поэтому, когда вдруг выяснилось Что у Сережи и Ани роман Который они надеются продолжить на островах Мы решили их не брать Но потом посмотрели Как они бьются за право быть вместе И оставили Правда, в разных племенах Пока племена не объединятся Они могут видеться только на испытании Жестоко, конечно А как иначе? Условия для всех равны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Судя по тому, что между этими зубчиками Есть пространство, промежуток А эти зубчики стоят одинаково То эти зубчики что-то перекусывают Открыли мы ящик И среди множества прочих Ненужных нам вещей Нашли вот такую вот штуку Смотрели мы, смотрели Забросили к чертой матери Потому как ничего не насмотрели Я знаю, что еще в Москве Кое-кто из украинцев Интересовался рецептами Приготовления самогона В тропиках Поэтому среди вещей Которые они забрали с парома Оказалось вот это приспособление Которое индейцы Используют для получения Сока сахарного тростника Но что это именно оно Ящерицы должны были догадаться сами Теперь остается найти Сахарный тростник Это оно Оно Очень сладкий А? Очень сладкий Потому что ты сверху трубит О! Фу, кислое Фу Серега Мы для чего уберем? Чтобы бродил? Ну да Вот он тебе уже бродит Все, один дождяк есть Люди, которые меня знают Знают, что я занимаюсь вином То есть Ну, в год у меня, допустим, получается Литров 200 вина Потому что то, что они надавили Для меня смех просто Ну, что-то надавили Не буду комментировать Это надо вдвоем и постоянно Раз, раз, раз Они сразу посыпятся вниз Не фу Ну, тут стой просто Давай, давай, давай Покажи, ну Очень хочется сладкого И выпить Особенно выпить Бамус, племя Бамус Подождите, подождите Я последняя А я же Выставайтесь Мальчик, девочка Мальчик, девочка Давайте Бамус, бамус, племя На самом деле Брага из сахарного тростника У ящериц не получилось Все пришлось вылить Чтобы опасность Обходила нас стороной Сейчас у них просто Хорошее настроение Мы дети джунглей Чтобы жили в мире С морем и джунглей Чтобы всегда была еда В нашем племени Я никогда не встречал Во-вторых Всегда была огонь В племени Чтобы мы всегда Побеждали за тем, что Время Взрослые люди Она у меня вылезает Мне кажется Ее можно здесь как-то Побавить Закрепить Я Ванька Обнадежна Да ты что Нет, ты что Ванька наоборот Он проникся Чувствами Вот этими Между островами Мне кажется Он завидует По-белому Ну в смысле По-доброму Чувства Анны К человеку С племени Лагартос Для меня Является неким идеалом Что сейчас она переживает Когда он там Вот И так как она знает Что он переживает В настоящем смысле Любовь Я надеюсь на это Для меня это Как-то Что-то такое Не то, что недостижимое Но очень высокое Когда ехали Я думаю У всех были мысли Мужиков Мы когда высадились По крайней мере Дня через 3-4 Я подхожу То ли к Ване подошел То ли к кому Ване говорю Ты как Он говорит Да никак Я думаю Ну значит не я один Знаешь такая Не пословица Типа говорят Ничто так не радует Как неудача товарища Девушки купаются Однаженными Ну и уже не стесняются Нас Если первый день Уходили куда-то Сейчас не стесняются Я только за Пытался отворачиваться Как порядочный человек Но когда они вокруг Уже бегают Уже Хоть отворачиваются Хоть не отворачиваются Знаешь Питания настолько мало Что На такой подвиг Это уже подвиг Мне кажется Для нас уже Не в состоянии никто Идем Мы сейчас идем Два года Сейчас еще Я не могу Саморально не готов Ладно Пожарь чем-то есть Слушай Хочешь на кочеве Котаться Ты пожарь чем-то есть Кокосы Кокосы вяленые Пареные Копченые Ну давай Мы этот плод делали Все-таки В надежде Что Рыбу удастся поймать Потому что Ну надо зайти Хотя бы метров На 50 На 70 От берега На берегу То ничего не получится Потому что Грузила нет Леска толстая Накта вот так вот Сливается Ну короче Грунда все Поэтому мы живем Практически Собирательством И женщины в основном В этом у нас Специализируются Какие-то травы Нашли Цветы уже Распробовали Салат Чаровой Отличный сделали Только Даже на грибной Похож Вот этих Рачков Каких-то Собирают Вы решили Экономить соль У нас ее осталось Очень мало Вот И Вместо соли Добавляем Как вот этот соленый вкус Рису Придает водоросли Очень похожую На морскую капусту Такая гадость Вот Но есть приходится Наташка находит Какую-то Вот После Шторма Такого Прибивает Когда она Какого-то вообще Какого-то Жуткого Совершенно Кислотного вида Какие-то там Как грибочки С пимпочками С щупальцами Тоже это ест Экспериментальным путем Я пришел к выводу Что в племени Живущим собирательством Женщин должно быть больше Они кормят племени Я кстати тоже заметил Что у черепах Женщины определяют политику Не только на кухне Но никогда бы не подумал Что добрейшая Надя Стоматолог из Балашики Приобретет у себя на острове Такое влияние Я пришел к такому выводу Что изнутри управляет Надежда Сейчас в последнее время Почему-то она очень близко с Игорем Хотя была с Борисом Эта тайная связь Могла быть между мной и Надеждой Потому что она поначалу выбирала Кого Ну Игорь помоложе По представительной Тем не менее Так сказать Стоило мне сделать шаг навстречу И было бы сейчас Как раз вместо Игоря был бы я А сейчас да Сейчас на самом деле Надежда С Игорем Я думаю сейчас они заодно Сегодня вас ждет очередное испытание Сильные ноги и ловкие руки Помогут одному из вас Сохранить право на жизнь для всех Одному из вас Сохранить право на жизнь для всех Не ошибитесь Выбирать нужны Из прекрасной половины племени Значит это девушки даже По-моему так это мужчины Самое прекрасное Конечно А то есть понятно все Один из Один будет участвовать За всю команду Всего лишь один за всю команду И только девушка да Да Вот у меня мой день рождения 19 Вот После того как Наташа поняла Что обречена Она мечтает только об одном Дожить на острове До своего дня рождения Ну то есть если допустим Буду сегодня играть я То от меня будет вообще Напрямую зависеть Моя судьба донесит Добрый день Сегодня все зависит От вашего выбора Вы вчера получили почту Должны были выбрать Одну девушку из племени Вы сегодня будете бороться За тотем Тот кто победит Вместе с тотемом Получит право на жизнь Для своего племени Еще на три дня Тот кто проиграет Придет своим племенем на совет Порядок такой Вы привязаны к столбам Вот тут посередине Вкопаны палки Вы добираетесь до середины Берете по одной палке Возвращаетесь к столбу Берете следующую Последняя черная 13 Кто ее возьмет тот выиграл Вы начнете по сигналу Давайте начнем с того Что вы возьметесь рукой за стол Готовы? Да Внимание Пошли И Наташа 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 Давай, давай, давай Наташка Наташа Давай, давай Играйся на грязь Давай, давай Играйся на грязь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я вас поздравляю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удачи вам, ребята! Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы проиграли сегодня. Завтра мы увидимся на совете племени и расстанемся с одним из вас. Имя его вы назовете сами. Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Она вела себя как настоящий спортсмен И мне как спортсмену, я знаю горечь поражения и радость побед Поэтому я видел, она цеплялась в землю как рысь Из-за этого нельзя исключить команду Она старалась, очень старалась Борец ко мне подошел с тем предложением, чтобы вычеркнуть Игоря Постоянный конфликт идет Стадо, которое вот эти два динозавра пытаются поделить Надя, ты посолила? Да, я посолила, но очень мало А я думаю, что в этот раз можно посолить нормально Потому что у нас большое количество крабов Они же хитин, важные все Ну, это пробуем Ребята, все нужно выбросить Потому что иначе все это оказывается под ногами И сегодня на уголь наступили, зато на этого краба Если нужно, начну стоять рядом, принести и сказать Вот сюда бросать Саша, это все целый день у кого-то что-то находит Ну, что-то просто Да, это все целый день у кого-то Саша, это все целый день у кого-то Курка Когда мы раздражены Все целый день у нас Мы раздражены Этим И кто-то Курка Орл Курка 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 Пука Субтитры подогнали Симон. 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 Посмотрите, как расположена нора. Я, например, буду голосовать против Инны. Насколько странным это не покажутся. Потому что там с ее уходом изменится отношение, там, дальше, дальше, дальше. И в итоге мне это будет выгоднее, мне. Вот как игроку. Несмотря на то, что благодаря Инне ящерицы завоевали защитный тотем и сохранили право на жизнь еще на три дня, они не перестают думать о том, Он, в связи с тем, что он такой бояшка и чаровашка, он вокруг себя сплачивает девочек. Ему нужно эту опору выбить из-под него, для того, чтобы он остался один. Когда он останется один, с ним можно при, как я считаю, известной, попробовать во всяком случае с ним в блок вступить и против других работать. И поэтому Инну нужно убрать. Инна. Очень красивая. Многие люди действительно видят в ней такого совершенно простого, доступного, открытого человека. На самом деле это не так. И у нас состоялся с ней разговор, я ей в открытую сказала, я сказала, Инна, ты меня, конечно, прости, но... Ты ведь акула. Ты настоящая акула. Она сказала, да. Это супер. Я люблю таких людей. Я, может быть, сама где-то близко плаваю. Я только помоложе. У самого синего моря С тобою мы вместе с тобою Та-дам-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А ты знаешь, я устала уже думать об этом, поэтому я как бы, может быть, буду даже рада, если я не вернусь в какой-то степени. После того, как судьба подвела Олю, никто не берется предсказывать, чем закончится совет племени. Перед сегодняшним советом все черепахи на всякий случай решили собрать вещи. Это трудно всегда человека в любой ситуации выкидывать. Но около 10 лет назад, когда я был капитаном четверки катамарана, и мы страховали в ледяной воде в мае месяце там, в Сибири, двойку перевернувшуюся. Когда мы ее подцепили и нас потащило под ледяной припай вместе с ними, и мы не можем их выдернуть. Они со своим катамараном двое в воде, и они нас тащат течением вот такой высоты от воды до припая. Я им орал, отцепляйтесь, отцепляйтесь, они не отцепляются. Я команде своей, они сзади меня, я им говорил, лупите их веслами по каскам. Ну, не пришлось лупить. Они отцепились, мы их бросили, их затащило под припасть. Слава богу, что их там без катамарана потом метров через 20 выплюнуло оттуда. И мы их потом подобрали. Я принимал решение, касающееся жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На девятый день у ящериц началось какое-то странное строение. Но что именно делают Сережа и Инна, никто еще не понял. Все эти дни, с того момента, как мы опустились на воду с корабля, Сережка страшно тасковал по Анете. И мы все пытались ему как бы сопереживать, потому что все оставили своих возлюбленных, но они были далеко, где-то там, в Москве, в Киеве. А здесь как бы девушка на соседнем острове, да не вроде как вот так вот не доплыть и не добежать. И всячески мы пытались придумать какие-то способы, чтобы дать какой-то знак, сигнал на тот остров, какой-то маячок. И как только нам удалось раздобыть огонь, Сережка сразу придумал следующее. Он из бамбука построил большие, огромные буквы «Анна». И вечером мы пытались их, мы хотели их зажечь, чтобы они в ночи горели. И мы всю туалетную бумагу, которую нам отдали, расходовали на эти буквы, мы их обмотали все от начала до конца. И я, например, понимала, что бумага сгорит мгновенно. Мы тут же нашли какие-то пальмовые листья, пытались их привязать, как-то приклеить, я не знаю, любым способом. В конечном итоге нам удалось это сделать до захода солнца. И вечером мы зажгли эти буквы. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Снова наступил тот тяжелый день, когда вы должны принять одно единственное решение. Может быть, оно уже у вас готово, но вы должны понимать, что решение это окончательное. И сразу после совета один из вас немедленно уедет с острова. У вас еще есть несколько минут, чтобы подумать. Садитесь. Вы вчера проиграли, не выдержали испытания. Наташа, вы сами вчера вызвались защищать племя или вас выбрали? Я думаю, что то, что я участвовала, 90% было моей инициативы. Мне почему-то казалось, что если буду участвовать я в конкурсе от женщин, то мы выиграем. Я не рассчитала свои силы. Вы себя чувствуете виноватой? Да, я чувствую себя виноватой. Вы считаете, отношение к вам изменилось? Я не думаю, что отношение после конкурса ко мне изменилось. Хотя утверждать этого на 100% я не могу. Во всяком случае, большинство ребят, которые ко мне подходили, они мне сказали, что это была не моя вина, и что игра – это игра. Нужно уметь побеждать и нужно уметь проигрывать достойно. Мы помним, что на прошлом совете половина племени голосовала против вас. Сейчас вы думаете, что-то изменится. Мне кажется, что будет такая же напряженная ситуация, как и в прошлый раз. Но вот говорить, какой будет расклад, я не берусь, потому что я не могу предсказать ситуацию. Я знаю, что многие из вас уже очень устали. Многие хотят уехать домой. И даже просят о том, чтобы против них проголосовали. Может быть, вы сегодня проявите сочувствие, может быть, нет. Другие хотят биться до конца, хотя им тоже тяжело. А вы, Надя, вы живете, как мне кажется, такой достаточно безоблачной жизнью. Купаетесь, отдыхаете. Это правда? Да. По мне это видно. Я все в синяках, в укусах, в порезах. И если меня близко посмотреть, то почти как на курорте. Что у вас, Борис? Вы скучаете по дому, по родным? Конечно. Конечно. Времени уже прошло достаточно. Кстати, меня просили передать вам, что ваша внучка Рита выдержала экзамены в Сиднейский университет. Это мне очень и очень приятно. Я вас поздравляю. К сожалению, нам пора начинать. В прошлый раз от вас ушла Оля, и она оставила свой последний голос одному из вас. Вы узнаете, кому, если голоса разделятся. В любом случае, у одного из вас есть защита. Может быть, от этой мысли кому-то будет легче. Начинаем с вас, Илья. Я выбрал этого человека, потому что, живя в нашем коллективе, он очень часто был далек от тех задач, которые стоят перед нами. Он не всегда тактичен с девушками и с женщинами. Поэтому я считаю, что этот человек дальше не может находиться в команде. Я это имя хотел назвать еще в прошлый раз, но обстоятельства тогда сложились так, что я должен был отдать свой голос за другого человека, чтобы удержать его от выбывания. Вот сейчас я могу поступить так, как я и хотел. В прошлый раз сейчас поступить. Я полагаю, что, ну, по крайней мере, это для меня Игорь наименее приспособленный, приемлемый в группе человек. С моей точки зрения, он совершил несколько поступков, которые человек, ну и мужчина тем более, делать не должен быть. Я исключаю Бориса, потому что между мужчинами произошел раскол. И очень натянутые отношения стали ответственным за это, я считаю, как бы Бориса. И психологическая атмосфера в команде стала тяжелой. И за это я его и исключила. Я голосую в данный момент против этого человека, потому что так получилось, что волей судьбы он стал нашим вожаком. Я выражаю протест против того, что мнение только одного человека является правильным и единственно правильным. Идеи только его, истины только его. У меня очень много тренинг с этим человеком. Если бы он был не вожаком, мы бы с ним ужились. А так, или он, или я. Вы проголосовали. Ждать осталось недолго. Борис Игорь Борис 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 Это вы, Борис? Ну что ж, Дэн. Пока. Племя решило. Да. Ну, соплеменники, прощайте. Удачи большинству из вас. Ваш совет окончен. У вас становится все меньше. Удачи. В следующий раз в «Последнем герое». На необитаемых островах обостряется борьба за жизнь. Первая съеденная змея. Как? Говно. Первая помощь свыше. Первая чп в племени ящериц. Первый праздник в племени черепах. Первый заговор. Ну, он как паук, в принципе. Он своей паутину бьет, и он считает, что он уже всех обвил. Кого лестью, кого там уговорами, кого обещаниями. Последний, оставшийся в живых, получит 3 миллиона рублей. Вот я сегодня должен уехать. И в какой-то степени даже этому рад, потому что, честно говоря, эти игры мне надоели. Он добился своего, Наталья осталась. Я не против Натальи, но просто то, что Борис использовал нечестную игру. Сподвигал меня на это решение. Сегодняшний день показал, что Борис, к сожалению, сдал позицию. Я от него такого не ожидал. Он закаленный сибиряк. Я думал, что он не будет сдаваться и будет бороться сегодняшний день за свою позицию здесь у нас, между нами, в нашей команде. Он ничего не делал, сидел как тень. Меня это укрепило в моем решении. Сегодня я уверен. Без дели надоело. Надоело пытаться понравиться другим для того, чтобы не выбыть. Есть люди, ради которых я не играл. Но есть люди, на которые я должен был играть, чтобы удержаться. Ничего не могу сказать о его личных качествах, потому что он достаточно замкнут и держится в стороне. И только поэтому я сделал этот выбор. Есть и огорчение, конечно, потому что всегда, наверное, неприятно, когда тебя там из любого коллектива, компании, племени, не знаю, убирают. Как будто ты самый плохой. Я считаю, что Бориса надо вычеркнуть, потому что он человек очень скрытный. А насколько я знаю людей, скрытные люди, они очень опасны. Но в то же время трезво рассуждая, полагаю, что не самый я плохой, даже из оставшихся жить на этом острове. И чрезвычайных потрясений я не испытываю. Белую метку оставляю Наталье Тен. Вот это любовь! От субботы до субботы «Последний герой» на Яндексе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Возможно, тем, кто по воде уходит в небо Оставься в живых Отчаянных всех Ни свой, ни чужой Последний герой